Автомобильное ориентирование в двух классах таков формат гонки. Класс первый, стандарт. Серийные полноприводные автомобили, колеса диаметром до 32 дюймов. Максимальные препятствия, по утверждению организаторов, грязь на трассе и небольшие уклоны. Второй класс подготовленный, колеса большего диаметра, лебедка, GPS-навигатор. Бросающиеся в глаза отличия. На самом деле их значительно больше. Эти автомобили организаторы соревнований направили даже туда, где другие обычно на лодках плавают. Всего на преодоление 50-километровой трассы отвели 5 часов, но и этого времени могло не хватить. Главное, в подобного вида соревнованиях вовсе не скорость. На карте в легенде трассы указаны контрольные пункты. На каждом надо сфотографировать автомобиль, держась одной рукой за контрольный знак, другой – за машину. При этом к каждой фотографии судейской коллегии применяются жесткие требования. Мне надо, чтобы была видна единичка и вот эти 88. Вот чтобы единичка была. Всего в гонках приняли участие 37 экипажей. Большинство готовились заранее. Но были и те, кто не планировал загонять своего железного коня в грязь по самой оси. Честно, сюда должен был ехать не я, а мой знакомый. Он вчера мне дал легенду, как сюда проехать. Сказал, хочешь съездить, поместить грязь? Езжай. Все. Сели и поехали. Отлично. Только положительное. Лучше здесь снимать напряжение, чем где-то еще. Это гораздо приятнее и полезнее. Кстати, с этого года клуб «База 4х4» получил официальное признание. Стал полноправным членом Российской Автомобильной Федерации. Сотрудничество только началось, но руководство клуба уверено, оно пойдет на пользу. Дали им наши планы на следующий год. В календарь мероприятий спортивных, всероссийский календарь, уже наши мероприятия включены. То есть, тем самым мы уже имеем официальный статус спортивного мероприятия. И человек из любого региона может приехать и поучаствовать. Следующие соревнования состоятся сразу после Нового года на январских праздниках. Это по традиции будет короткое внедорожное ориентирование недалеко от Калуги и под названием «Новогодний синдром». Павел Никлюдов, Михаил Андросов, Валерий Белоусов, телекомпания НИКА-ТВ, Дзержинский район.